Частным инвесторам разрешат покупать стрессовые активы казахстанских банков. Сегодня сенаторы одобрили поправки в соответствующий закон. По словам председателя агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Аблкасымовой, до недавнего времени покупать проблемные займы могли только банки второго уровня, а их дочки, коллекторские агентства и другие фининституты. Государство решило расширить список покупателей, чтобы создать рыночный механизм оздоровления банковских портфелей. Управлять покупками частникам помогут специальные сервисные компании. В их роли выступят дочерние организации банков, у которых уже есть необходимый в этой сфере опыт и знания. Сегодня же Мадина Аблкасымова рассказала о том, что холдинг Байтирек все-таки купит Сбербанк Казахстан. Фининститут включен в санкционные списки, он не сможет производить операции в иностранной валюте и ограничен в привлечении нового финансирования. Отмечу, до введения рестрикции Сбербанк занимал второе место по активам в банковской системе Казахстана. Этот банк сейчас функционирует, он обладает банковской лицензией, этот банк полностью устойчив, стабилен, он обладает ликвидными активами, очень высококачественным судным портфелем. Банк остается крайне устойчивым и платежеспособным банком. Право собственности, 100% акции, если сделка состоится, оно будет передано соответствующему покупателю. Это не потребует получения новой банковской лицензии, это не означает, что появится новый банк, это тот же банк, просто поменяется его акционер.